Более полутора тысяч тракторов и другой сельскохозяйственной техники сегодня практически парализовали движение в Париже. Французские фермеры вышли на акцию протеста против аграрной политики властей. Из-за низких закупочных цен сельхозпроизводители несут колоссальные убытки. Ситуацию усугубляет продовольственная эмбарго, введённая Россией в ответ на санкции Евросоюза. Репортаж Андрея Черкасова. Протесты фермеров докатились до Парижа. Профсоюзу стали ждать и недовольны правительством, которое не может справиться с кризисом в сельском хозяйстве. Место сбора – площадь нации. Здесь припарковались полторы тысячи тракторов. Фермеры добирались сюда три дня со всей республики. Таблички на технике – это вся французская география. В некоторых регионах на грани разорения каждое пятое фермерское хозяйство. Их душат непомерные налоги и отсутствие серьёзной господдержки. Фермеры в минусе. Выручка за их продукцию сегодня откатилась до уровня начала 90-х годов. Рынок перенасыщен. Конкуренты из Германии, Испании, Италии фактически завалили магазины страны дешёвой продукцией, вытеснив своё, родное, французское. Я выращиваю кормовое зерно. Мы делаем биокорма. Мы всегда продавали продукцию мясным хозяйством. Но из-за кризиса, из-за российского эмбарго поставки мяса по всей Европе сократились. После санкций Евросоюза и ответных мер России просел рынок говядины и свинины. Объединение французских свиноводов заявило, что Франция потеряла 100 миллионов евро, перестав экспортировать свою продукцию в Россию. Но учитывая косвенные факторы, к примеру, всё ту же возросшую конкуренцию, российское эмбарго за год лишило Францию 400 миллионов евро. И это лишь в том, что касается экспорта свинины. В масштабах всей Европы эта цифра достигает 4 миллиардов. Но серьёзнее всего во Франции пострадали производители овощей и фруктов. Регион Британь почувствовал это на себе особенно остро. Мы традиционно поставляли овощи и фрукты в Россию, но теперь весь европейский рынок дестабилизирован. Мы вынуждены отдавать нашу продукцию по бросовым ценам, иначе она просто испортится. Митингующие потребовали встречи с премьером. Переговоры Мануэля Вальца и лидеров фермерских профсоюзов затянулись на несколько часов. Терпение протестующих было на пределе. Фермеры, судя по всему, настроены решительно. Ведь этот протест продолжается не первый месяц. Воинствующие лозунги на тракторах типа «Смерт вам уготовлено», «Шумовые пушки», «Горящий навоз» и «Автомобильные покрышки». Французская столица готовится к возможным беспорядкам. Пока ситуация под контролем. Французский премьер обещал освободить фермеров от выплаты долга по банковским кредитам в этом году. Правительство также увеличит объём господдержки сельхозпроизводителя до 3 миллиардов евро. Этого недостаточно, заявили некоторые из протестующих. Звучали призывы перекрыть этим вечером окружную Парижа. Манифестация завершилась, но её могут продолжить завтра. Тракторы и сельхозтехника не спешат покидать столицу. Андрей Черкасов, Сергей Мухин и Мария Михневич. Первый канал. Париж.